Четыре дня на воде, 200 морских миль пути, более тысячи участников в Николаеве проходит парусная регата. На что готовы экипажи ради победы, выясняла наша Марина Михайловская. Эти девушки решили провести выходные не в кругу семьи, а на гонках. Вот это их яхта. Единственный женский экипаж будет бороться наравне со всеми. Его участницы уверены, у них есть все шансы стать лидерами. Ведь в подобных регатах неоднократно одерживали победу. У нас это любимое хобби, мы участвуем во всех соревнованиях. Нам не нравится кататься, не нравится где-то там отдыхать. Нам нравится участвовать именно в гонках на яхте. Любовь к парусному спорту не имеет и возрастных границ, подтверждают участники. Один из самых юных яхтсменов стал Юнга еще семь лет назад. Обычные прохожие думают, что как просто на яхте управлять, шкоты подбирать. На самом деле это очень тяжело. Каждую волну надо отработать, чтобы быть первым. Перегадать, какой порыв будет, отвал, не отвал, заход. Ну, очень интересно. Регата имени Макарова ежегодная и уже 17-я по счету. В этот раз на старт вышли более 30 экипажей. В зависимости от класса яхты соревнуются в шести зачетных группах. Спортсмены должны пройти путь от Николаева до Очакова, Коблева, Тендровской косы и обратно. Это самая большая по протяженности регата в Николаевской области. Регата посвящена памяти почетного гражданина Николаева, знаменитого Корабева, директора Черноморского завода Юрия Ивановича Макарова. Ну, это все, наверное, знают. Одновременно регата является чемпионатом Николаевской области среди крейсерско-гоночных яхт. Теперь все зависит от мастерства яхтсменов. Награждение пройдет в Николаеве завтра. Судьи определяют шесть победителей в группах и один экипаж получит приз за абсолютную скорость. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности. Телеканал Интер. Николаев.